друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что алёли сегодня вышла друзья мои не только со стримом но и еще выложила ролик на просторы ютуба несется люлька как раненый лось носится она по двору мешая гришки который тоже бегает из стороны в сторону не зная куда себя деть люлька молодец друзья мои платьев и сарафанов не жалеет от слова совсем я смотрю любительница она знаете таких платьев прям до пят носится подолом метет собирает на свои подолы всю грязь во дворе грязь какашки всяких букашек все на свете а что друзья мои вот действительно конечно же бегать по двору да в каком-нибудь платье допят в каком-нибудь сарафане длиннющим куда интереснее нежели в какой-нибудь другой одежде и не только по двору но еще и по сараем забегая туда-сюда футболочка должна быть обязательно белая носочки тоже чисто белые вот такая вот у нас лёлька вся из себя далее призналась ой говорит сколько работы сколько работы мол работы непочатый край да люля неизвестно у кого это работа и говорит я в коровник теперь вообще захожу очень редко хорошо говорит у нас есть дуэль подожди стоп ты же совсем недавно нам рассказывала буквально на днях о том что гриша бедный несчастный не знает как разорваться между сараями коровниками между стройкой а также между тем что гриша еще и сыр варит и за лёлькиными детьми следит и все на свете делает еще там по лёлькиным поручениям мотается короче друзья мои опять картинка не сходится опять друзья мои лёлька себе в очередной раз противоречит но что мне хочется лёлички напомнить что лёлька у нас любительница все-таки появляться где-нибудь в сарае в коровнике и поставив камеру обязательно снимать себя помните как несколько дней назад лёлька находясь опять же в чистой светлой одежде друзья мои в белой футболке в таких знаете достаточно хороших джинсах лёлька начала схватилась за метлу где-то ее там обнаружила в коровнике в сарае и начала там все срочно мести показывая какая она молодец ну а дальше друзья мои лёля с гришкой побегали побегали ну так скажем да вот для показухи устали бегать и решили усесться и лёля говорит ой я-то вам тут накупила аж на три тысячи мол сейчас же говорит сено привезут я вам на три тысячи накупила кваса минералки мороженого ну там и еще говорит кое-что по мелочи ты же сказала что у тебя не копейки денег ты же говорила что деньги остались только у гришки а у тебя все счета заблокировали и только у гриша осталось двадцать пять тысяч рублей которые вот-вот буквально ну вот в течение нескольких дней разойдутся разойдутся буквально момент а тут уже говорит я купил хочется спросить на какие шиши что успела купить далее друзья мои а лёля говорит ну что ж говорит спасибо зрителям меня успокоили начали грит писать что оказывается у многих блогеров тоже были счета заблокированы это хорош трендить видела я те комментарии у тебя в чате еще вчера где писали твои же подставные ребятки с вашей же вот этой шайки лейки которые начинали придумывать про других блогеров у которых счета заблочены и так далее не было еще раз хочу тебе сказать второй день подряд говорю что это чистой воды развод не было у тебя никаких заблокированных счетов у тебя было просто заблокировано приложение далее друзья мои потрепала гришку за плечом как знаете такого своего нерадивого сыночка и говорит иди давай иди давай посиди дома под кондиционером отдохни говорит попей кваску какая молодец какая внимательная ребята женщина какая внимательная жена у григория гриша цени но еще мы к этому моменту обязательно перейдем далее лёлька говорит что в этом году они собираются брать на 500 тюков сена поменьше она говорит сена будем брать в рассрочку потому что говорит ну как бы вот горит видите какая ситуация будем надеяться что наши счета мои говорит счета разблокирует ребят понятное дело лёльки никто не стал кидать нет ей там какие-то слезы накидали но больше того что было у лёльки раньше когда ей действительно за стрим могли накидать бешеные деньги больше лёли этого не видать как собственных ушей вот и все в очередной раз лёлька опять поняла прекрасно что та лавочка которая у нее была теперь закрыта лёлька по сути осталась у разбитого корыта лёля действительно думала что всегда будет идти ей на голову денежный дождь и она была в этом уверена на все не то что сто наверное на все 200 процентов но не получилось поэтому друзья мои лёльки остается и остается сейчас говорить про вот в рассрочку и так и сяк похвастаться нечем нечем похвастаться никто больше столько не донатит и говорит ой вы знаете как то меня горит знакомые научили как надо откладывать денежки на сено ребят мне прям смешно вот просто смешно хочется сказать слушай ты уже сама могла кого угодно чему угодно научить учитывая что проживаешь в сельской местности 10 лет но так собственно тебя ничему жизнь и не научила по той простой причине потому что тебе не нужно рассчитывать на свои силы как это делают все нормальные адекватные люди лёлька привыкла по щелчку пальцев да хотя у нее есть свои деньги но она привыкла выходить на стрим на плакательный стрим реветь рыдать разводить людей на бабки и все друзья мои вуаля денюжка в кармане далее говорит всего то грит мы купили говорит тысячу тюков ребят подождите если тысячу тюков они купили как сказала люля один тюк стоит сто семьдесят рублей тысячу по моему тюков она сказала не купили и получается очень интересная картина лёля говорила что на сено надо 300 тысяч рублей лёль откуда тогда такая сумма мне просто интересно если тюк как ты говорила о том что стоит сто семьдесят рублей тысячу тюков вы заказали пятьсот у вас еще оставалось то есть получается сто семьдесят тысяч рублей но друзья мои лёлька вышла вышла с криками спасите помогите на сено надо 300 тысяч рублей ну да школа машки козлодоевой друзья мои не прошла даром у лёльки все это дело знаете в крови попрошайничество просто в крови ну а далее опять начала вспоминать как вот была такая у нее сложная жизнь как они сами заготавливали сено и говорит это это нет 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 вот такие мучения с сеном вообще мучения на хозяйстве это овчинка выделки не стоит это говорит во первых ты стараешься да ты вроде там где-то денежку сэкономишь но потом говорит ты так упахаешься упашешься да потом ты так просто бедный несчастный упаханный весь больной все болит и на лекарства и на врачей потратишь денег гораздо больше мол никак не стоит конечно же овчинка выделки мол надо надо обязательно обзаводиться техникой и конечно же нанимать людей туда поберу тебе действительно легко говорить потому что все это опять же ты планируешь сделать за чужой счет далее друзья мои лёлька говорит бедный муж наводит камеру на гришку на эти такие показательные выступления гришка тащится тащит тюк сена закидывает его и лёля говорит да представляете два дня стройки стройкой занимался теперь говорит сеном будет заниматься а потом говорит надо сыр варить лёль ты знаешь я вот что подумала если это так все сложно заниматься пару дней стройкой потом пару дней варить сыр потом пару дней заниматься сеном может быть тогда гришке все таки стоит выйти на работу и работать как все мужчины работают каждый божий день там наверное будет конечно же гораздо легче естественно это ж только гришка упахивается вместе с лёлькой а все остальные так знаете на работе баклуши бьют друзья мои ну это живут понятное дело труженики знаете мне так нравится как они ждут спонсоров и постоянно делают акцент я смотрю их группа поддержки в чате да в комментариях там на на стримах да в комментариях под роликами обязательно тоже делают акцент на том что конечно почему бы труженикам не помочь конечно труженикам надо помочь знаете труженики это не те которые языком мелят каждый божий день рассказывая о том какие они труженики труженики это все-таки немножко другое но опять же лёлькина подписота лёлькина шайка лейка конечно же заинтересована в том чтобы лёльку считали все тружениками друзья мои именно поэтому лёлька решилась пойти на вертикальные стримы а вось какого-нибудь спонсора там себе еще как говорится загробастает и говорит да гриша такой молодец дай бог говорит гриша как будто знаете говорит про какого-то чужого чувака дай бог говорит гриша тебе сил и помощников лёль я чё-то если честно совсем не поняла когда ты говорила о том что гриша уходит с работы ты сделала акцент на том что это очень хорошо мне здесь не требуется нанимать помощников у меня здесь есть муж что-то если честно я вообще не понимаю логики но потому что логика и здравый смысл здесь отсутствует да потому что они говорят о том что у них есть некий дуэр который друзья мои зарабатывает 15 тысяч рублей там есть еще и гришка который тоже там знаете шалтай-болтай-болтается незнамо куда и там и сям и так и сяк и наперекосяк да и еще гришке нужны помощники лёль а мне интересно откуда и на чьи шиши вы будете как раз таки оплачивать зарплату помощник а ребят как думаете опять на деньги конечно же лёлькиной подписоты вот только подписоты уже особо друзья мои подавать-то не хочет старая подписота подавать не хочет ну в смысле те которые уже давным-давно лёльку знают ну у них опять же нет такой возможности каждый божий день донатить по берухе ей нужны новые люди новые зрители которые будут готовы кидать ей донат именно для этих новых зрителей лёля старается вылезает из кожи вон пытаясь показать что они действительно очень очень хорошие люди прям святые люди прям действительно семья тружеников и вот такие просто все из себя замечательные лёль ну что я тебе могу сказать молодец молодец так ты гришку бережешь так ты о нем заботишься так говорит тебе гриша дай тебе говорит гриша сил говорит дай бог говорит тебе гриша сил ну да молодец знаете в моем понимании ребят вот как бы там чтобы не было я всегда говорила и всегда буду придерживаться данной точки зрения никого поберу поберуха не любит никакого гриша никакого шурика никогда не любила никакого женю б никогда не любила никакого бориса никогда не любила есть только один единственный человек которого поберуха всегда любила любит и будет любить это она сама это человек эгоист таким и останется навсегда она для себя она самое главное. Вот себя она будет и беречь, и любить, и хороводы вокруг себя водить. Ей плевать, что у нее огромное количество маленьких детей, которым нужна мама. Материнская ласка, любовь, забота, внимание, тепло. Нет. Эта мама будет сама. Возьмите меня на ручки. Возьмите. Я так хочу на ручки. Как-то так, друзья мои. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok